В первую очередь мы опираемся не на возраст, а на биологию процесса. В сознании людей бытует мнение, что сам факт наличия онкологического заболевания должен вызвать какие-то агрессивные и резкие действия. Пациенты говорят, ой, рак у молодого, нужно быстрее и быстрее лечить. Или такое мнение, что у пожилых людей опухоли развиваются медленнее. На самом деле возраст, конечно, является фактором прогноза при некоторых категориях злокачественных опухолей. В первую очередь мы опираемся не на возраст, а на биологию процесса, на туморфологию строения опухолевой клетки, которую мы получаем в результате верификации диагноза. В настоящее время мы широко используем методики органосохраняющего лечения. Мы сохраняем почки и удаляем опухоли, которые в них развиваются при том или ином размере, допустимом для выполнения резекции. Однако есть категории пациентов, в которых можно в принципе не оперировать, увеличивая риски хирургических осложнений, нежелательных явлений во время наркоза, осложнений в послеоперационном периоде. На сегодняшний день в арсенале онколога существуют такие методы, как радиочастотная аблация, кривоаблация опухолей почки, когда мы, по сути дела, не делаем разрез. Мы вставляем определенного рода электрод в центр опухоли и либо воздействуем термически, либо сжигаем эту опухоль, либо ее замораживаем. Стоит отметить, что иногда ничего не делать – это тоже подход. И этот подход в научной литературе называется динамическое наблюдение. Когда мы видим пациента, мы оцениваем его риски, мы оцениваем кардиальную патологию или, возможно, какую-то другую сопутствующую патологию, которая у него есть, и понимаем, что наше лечение может прежде всего навредить пациенту, а не избавить его от онкологического заболевания. Или же в процессе нашей операции могут возникнуть непоправимые, какие-то непоправимые осложнения, которые могут привести либо к летальному исходу, либо существенно снизить его качество жизни. Именно поэтому для определенной категории пожилых пациентов мы используем динамическое наблюдение. В биологии опухоли такова, что эти люди живут долгие годы с практически заморозившимся процессом, неразвивающимся, стабилизированным процессом. Тем самым мы избегаем определенной риски, которые сопутствуют любому лечению онкологической патологии и доезжая и не онкологической патологии, любому инвазивному лечению, любой инвазивной процедуре. Но у медали две стороны, и есть такие формы рака, которые нужно оперировать даже в преклонном возрасте. Идя на риски хирургические, конечно, просчитывая все возможные варианты, прежде всего это агрессивные формы рака, формы рака, биология которых позволяет нам утверждать, что они будут прогрессировать, будут агрессивно давать метастазы и распространяться по всему организму в ближайшие несколько месяцев, если мы хирургически или посредством лучевой терапии не остановим этот процесс. В этом плане Хадаса Medical Moscow выгодно отличается от многих центров тем, что мы не только онкологический центр, мы центр, который обладает кардиологическими преференциями, кардиологической специализацией, и мы можем лечить тех больных, у которых есть значительная доля сопутствующей патологии. Прежде всего, конечно, статистически, это сердечно-сосудистая патология, сердечно-сосудистые заболевания, которые значительно ограничивают хирургов, лучевых терапевтов, клинических онкологов назначение тех или иных методов лечения. Именно поэтому в настоящее время лечение взрослых больных, пожилых больных является мультимодальным, комплексным, и оно касается не только онкологических методов лечения, но и тех специалистов, которые занимаются сочетанной патологией.